Субтитры делал DimaTorzok Ну а теперь вы сможете в неё играть только-только в купленном варианте была открытая бета, если вы успели, нет, не успели, очень жаль, потому что на такую игру в наше время стоит всегда аккуратно посмотреть, потому что она не для всех Я понимаю, что да, вот сейчас вот можно начинать орать о том, как эти современные шутеры Battlefield и Call of Duty, они испортили шутеры тра-ля-ля Ну нет-нет-нет, у них есть свои плюс-пункты, у них интерес, есть геймплей, у них есть achievement, у них интересное оружие То есть это просто другой сорт, это же быстрый сорт, это очень-очень быстрый сорт шутера, это у нас шутер, в котором мы даже не видим оружие У нас нету модели оружия, то есть у нас нету порнографии вот этой вот, у меня какое оружие красивое, а на него я ещё прикрещу это, это, это И вы смотрите, как оно классно выглядит, а потом я его выкрашу в розовый цвет, и оно будет как будто моё, как будто ещё 150 людей не выбрали себе 100% такое же оружие Потому что это лучшее оружие в игре Нет, у нас здесь есть типы оружия, а то есть, например, я сейчас управляю такой, так называемой пукалкой Я её так называю, я не знаю, это скорее всего шаромёт или что-то такое Оно у нас бросает относительно медленные шары энергии, которые передвигаются, от них можно увернуться То есть здесь у нас нету хит-скэн-оружия, это очень-очень важно, то есть это не как Call of Duty, в котором мы, если навели прицел на врага, то мы его убили Ну, конечно же, нужно ещё нажать на курок Здесь нужно учитывать передвижение цели, здесь нужно учиться передвигаться, потому что здесь специальная система передвижения, здесь специальная система стрельбы Увидеть своё оружие или разобраться в том, какое оружие у нас в руках можно по прицелу и по индикатору оружия, он у нас в левом нижнем углу Я забыл стрелять, я с вами разговариваю, поэтому не ожидайте, что сейчас будет гейплей очень хороший Итак, что ещё у нас есть? Наверху у нас, а то есть мы смотрим вниз, наверху у нас три полоски, это мои щиты А также справа от него у меня полоска энергии передвижения, это полоска энергии передвижения даёт мне возможность иногда, скажем так, ускоряться А иногда просто в воздухе немножко пропланировать Это я вам смогу показать, то есть мы сейчас посмотрим, будем играть в следующий раунд Хорошо, синие выиграли, это явно потому что я делал комментарий Так, оп, вот, давайте я прыгну и замечаете, то есть у меня не было сразу же падения, я слегка проскользил И поэтому постоянное передвижение, мы здесь можем постоянно прыгать, мы можем, например, ускоряться по земле Мы можем в прыжке, он меня столкнул, подлец, при том свой же столкнул Так, ааа, я промахнулся по нему все четыре раза, ужас, ужас, ну, ну, кричу я сам на себя О, зато я этого убил товарища Хорошо, оп, и передвигаемся, идём дальше О чём я говорил? Я говорил о том, что мы видим на экране Итак, например, чтобы узнать то, что у нас другое оружие, я не знаю, почему, может быть, оно здесь деактивировано Или, может быть, сейчас это не наша очередь нападать, может быть, поэтому оно ещё деактивировано Так, давайте сейчас, оп, покроем их, покроем и пойдём захватывать, оп, башни Давай, дорогой, нет, мы защищаем Ах, пока что я с этим модусом не полностью разобрался, скажу вам честно Я больше играю в Royal, мне там это нравится, потому что там не только шутер, там не только, знаете, стандартное Там ещё есть элемент выживания, потому что в Royal нам нужно выжить как можно дольше Потому что сколько мы людей убьём, конечно же, даёт нам поинты Но если мы будем последним, предпоследним выжившим, то это лучше всего То есть за это мы получим больше всего поинтов Итак, давайте тогда попытаемся сделать что-нибудь Я просто буду бегать и стрелять, и буду рассказывать вам об игре У нас есть ещё один вид оружия, то есть у нас вот этого медленная пукалка У нас есть Railgun, а то есть это просто быстрый-быстрый лазерный луч Да, давайте его назовём так Он убивает сразу же То есть у меня может быть 4 щита, у меня может 6 щитов быть Он убивает сразу же, дезинтегрирует игрока без вопросов Проблема в том, что им тяжело попасть в кого-нибудь Потому что он, первое, долго перезаряжается Второе, он, скажем так, он не хитскен Опять же, там есть очень-очень лёгкое притормаживание То есть луч всё-таки, он передвигается по воздуху и не сразу же, не сразу же убивает врагов Поэтому всё равно приходится учиться играть Приходится учиться попадать в постоянно, как вы видите, передвигающихся врагов По передвигающейся цели И да, я здесь просто засел как-то у лужи какой-то и перестал двигаться Поэтому и умер Так, давайте покроем их всех Класс, вот эта скорость, это мне очень-очень нравится Итак, здесь у нас третье оружие, третье оружие это очень медленно передвигающийся шарик Он очень медленно передвигается, его можно приклеить на стенку Он обычно доступен нам в коридорах В этих коридорах можно повесить шарик на стенку И стрелять в кого-то этим шариком не очень удобно 2-0, ай-яй-яй Не очень удобно, потому что он медленно передвигается и его очень легко увидеть Зато ставить им ловушки бусечка То есть если убегаешь по коридору от кого-нибудь, ставишь этот шарик И он через некоторое время взрывается и преследующий умирает Очень классно Мало оружия, но каждое оружие полезное Оно зачем-то, оно осмысленное, оно хорошо продуманное Итак, давайте подождем пока... Ага, мы сейчас подгрузим новую карту, посмотрим, что у нас там Если вам хочется посмотреть на другие модусы игры, я делал отдельное видео по ним на канале Пожалуйста, зайдите, посмотрите, я там все сделал Так, давайте загрузимся Новая карта, интересная карта Так, я надеюсь, команды немножко поменялись Потому что это тяжело, тяжело, когда в одной и той же команде Притом команда другая выигрывает постоянно Надеюсь, нас немножко перемешали Итак Так Явно нас не перемешивали Странно Так, меня... Yes, Spectator? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Так Я хочу вернуться в игру Оп, все, отлично Не та кнопочка, извиняюсь И вот у нас совсем другая карта И да, как видите, здесь уклон в карте на плавное передвижение Потому что здесь рампы Здесь у нас, оп, такие элевации У нас постоянно есть углы, за которыми можно спрятаться Постоянно есть платформы, на которые можно... Ах, прыгнуть, видите Я его словил, а меня кто-то словил Карты классно продуманы Притом здесь, как и во всех мания играх А то есть у нас... Господи, игра, по которой я делал уже два обзора И я забыл, как она называется Гонки, сумасшедшие, сумасшедшие гонки по сумасшедшим трассам Там тоже присутствует элемент постройки уровней И вообще здесь можно строить все Здесь можно строить уровни Здесь можно строить игровые бонусы Здесь не бонусы, а модусы Здесь очень-очень хороший, скажем так, редактор Но я в нем не разбирался, скажу вам честно Я в него сел и просто смог сразу же построить карту Она, конечно же, была не сбалансированная Но она все равно приятная То есть на нее можно приятно посмотреть Интуитивно... да, нет, я точно не знаю Потому что, знаете, интуитивность это такая вещь, которая очень часто субъективна Поэтому я бы сказал, что мне, как такому человеку Человеку, который обычно не пользуется модификаторами карты Было приятно Сел, встал кубики Туда-сюда расставлять, поднимать, опускать Ставить Все понятно Единственное, конечно же, я не работал в продвинутом модификаторе Там, там, слишком много настроек Но, что, 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 что еще вам сказать Скажу вам вот что Эта игра необычная для нашего времени Потому что это быстрая игра Это четкая игра Это игра, в которой нету ачивментов Это игра, в которой нету открывающегося оружия Добавления на оружие Всего, всей этой мишуры, которая у нас добавилась совсем недавно И мы опять друг друга убили Нету, нету Есть чистый, чистый, неиспорченный геймплей Есть скилл Есть обучение Если вы можете, вот, прочувствовать Или, скажем так, почувствовать удовольствие Не от линии прогрессии Потому что именно это и продают вам современные шутеры В современные шутеры вам продают линию прогрессии Ощущение того, что вы что-то делаете Хотя вы ничего не делаете Но, давайте будем молчать об этом Потому что все игры, по идее, это делают Так что, да Просто здесь этого абсолютно нету У нас здесь есть ощущение того, что мы продвигаемся в нашем скилле То есть, то, что мы начинаем лучше занимать места То, что мы начинаем чаще попадать во врагов Мы знаем, что происходит на карте Мы знаем, какие карты есть Что на картах делать Как передвигаться Такая прогрессия По идее, тоже очень важно Но, с другой стороны Молодым людям этого, может быть, не понять Может быть, им нужны ачивменты И бэджики, и раскрасочки Но, да, как говорится о вкусах Можно спорить бесконечно Что я вам скажу Игрушка очень качественная Она играется хорошо Она играется гладко Она весит совсем немного Она полтора гигабайта весит Она хорошо смотрится Она идет на всем, на чем угодно Конечно же, она не будет выглядеть так, как сейчас Вы ее видите Вода будет некрасивая Может быть, эффекты будут некрасивые Но она пойдет практически на всем Конечно же Пожалуйста, не бейте меня своими нетбуками Если она там не пойдет Но Вы знаете свои системы Вы знаете свои системы И смотрите рекомендации Но я мог играть на своем нетбуке Он, может быть, чуть-чуть помощнее Но на моем нетбуке она шла Итак, что еще Что еще Что еще Что еще Ценник Ценник может быть высоковат Это, скажу вам честно Это Да, это барьер Если бы они, например, продавали эту игру Где-то за 300, за 250 Я бы сказал Все-все Все туда взяли, побежали Эта игра сейчас стоит 450 рублей Ну или Чуть меньше, чуть больше Я точно уже не помню И Тут Тут это неприятно Потому что Ух Я на первом месте Господи боже мой Ну Если я комментирую на первом месте В своей команде То просто Да Ну вы знаете, что думать о моей команде Итак Что Что-что я хотел вам сказать Игра качественная Но Да Она не для всех Она Вот скажу вам честно Она просто-напросто Не для всех Чтобы сделать ее для всех Ее нужно сделать дешевле Потому что Все Сейчас Это Не только старички Которые Помнят Старые шутеры Быстрые Нет Это молодые люди Которых может быть Стоило бы заинтересовать И заинтересовать Пригласить их в такую игру Можно было бы Мелким ценникам Они могли бы Раскрутиться И по-моему Они бы продали Намного больше игры Может быть Даже втянули бы людей Вот именно В такой тип игры Потому что Именно это И есть игра Здесь не важно Кэйди Здесь не важно Что вы делаете Здесь важно Выиграли ли вы В конце матча На каком вы месте были А то есть И Ну В рангах И Просто Как вы ощущали себя Во время игры Вас доминировали Или нет Или вы передвигались хорошо Или вы постоянно Натыкались на углы Или вы чувствовали Очень-очень хорошо карту Знали Где Бывают люди Как передвигаться Как например Спрятаться за тем или иным углом Где у нас Специальные места есть Где можно подловить Игрока хорошо Или как Уловить его движение Чтобы попасть С него именно Вот этим вот Шариком Который да Он Я говорю медленно Но Скажем так По сравнению с пулей Вот видите Это очень медленно Это как Ракета Это как РПГ Но еще медленнее По идее Еще медленнее Чем РПГ Он так Медленно Медленно Спокойно Летит И если Натренироваться Очень сильно По идее Можно очень-очень Тико Уворачиваться И если Прочувствовать Полностью Систему Передвижения Опять же И опять же И дальше И дальше И дальше Конечно же Стали Станет ли это И спортом Я не знаю Это Это им смотреть Это им продвигать Людей Потому что Здесь все есть Для и спорта И я смотрел Соревнования Очень-очень Хорошие и интересные Там В модусе Элита Это Я делал на нее обзор Это асимметричный модус В котором Мы считаете Постоянно Я должен Захватить Вот такой вот Флаг Но Против Я один На карте Все остальные Мои товарищи Из команды На другом месте Ну просто Отсиживаются А Другая команда Вся против меня Но у меня Рейлган А то есть оружие Которое может Убивать людей Сразу же А у них Вот эти вот Маленькие шарики Которые могут У меня Убить То ли с двух То ли с трех Раз Так вот Очень Очень Нервы Просто Не работают После такого матча Особенно Когда начинаешь Понимать Что ты Лузишь Ты например Постоянно промахиваешься Или ты не можешь Захватить что-то И хочется Натренироваться Хочется Продвинуться Но Опять же Как говорится Это Это вкус Это ощущение Если вы привыкли К более современным Шутерам Вам эта игра Может не пойти Вы просто ее Не поймете И Ну Что поделать Времена 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 Меняются Времена Двигаются Вперед Вкусы Изменяются Это есть Я не хочу Говорить Что вот Вот он Да Это так Это должно Быть так И не как По другому Но я скажу Вам честно Это Это как Смотреть На Монолизу И смотреть На Монолизу Которую Сделали Качественно Но Заметно Что это не то То есть С одной стороны Чувствуешь Что да Вот оно Вот оно А с другой Стороны Понимаешь Что да Это картина Там краска Есть Там есть Все Но Чего то Не хватает И вот Вот эта игра Когда за нее берешься Когда в нее Потихоньку Начинаешь Втягиваться Она дает Ощущение И понимание Того Откуда Пошла Любовь К Жанру Шутера Потому что Здесь Куча Скилла Здесь Куча Вещей Которые Нужно Узнать Которым Нужно Научиться И ощущение Того Когда попадаешь Когда видишь Вот этот Минус Один У врага Притом От моего Попадания Или Когда просто Его вылавливаешь Или когда Остаешься Последний На карте Или когда Убиваешь Троих В команде И захватываешь Флаг Это шикарное Ощущение Которое Не сравнится Ни с каким Ачивментом Ни с каким Скоупом На оружии И ни с какой Красочкой На оружии Это мое мнение Это вы сами Смотрите Как его Расценивать Поэтому Смотрите Игра не для всех Если Вы Знаете По себе Что Она Она может Не пойти вам Не берите ее За полную цену Она Она будет здесь Долго Люди В нее Постоянно Постоянно Игра Здесь даже Очень поздно Я сейчас Сижу Ну очень Поздно Обычно В это время В таких Непопулярных Мультиплеерных Играх Не найдешь Игру Здесь куча Серверов Открыты Некоторые Даже Полностью Забиты Так что Эта игра Популярна В нее Играет В нее Играет Набралась Очень хорошая Сцена Во время Закрытой Открытой Беты Так что Здесь у вас Будут игроки Единственное Что это Тип игры Поэтому Людям Которые Знают По себе Что им Может не Пойти Подождите Скидки Люди Которые Давным Давно Ожидали Вот Чего-то Такого Пожалуйста Берите Берите Я знаю Что Что-то Вроде Этого У нас Будет В игре Rise of the Triad А то есть Это будет Очень-очень Быстрый Тоже Старый Ну или Старого Типа Шутер Но он Пока что Не вышел И у Этого И у Этой Игры Есть Все-таки Свой Вкус Что-то Свое Особенное И Тогда Давайте Смотрите Я выпустил Много Видео Посмотрите На канале Я Вам Советую Еще Проинформироваться Потому что Все-таки 450 рублей За игру Которая Может Или Понравиться Или Не Понравиться Это Все-таки Небольшой Риск Так что Смотрите Сами Тут Я Не могу Сказать Что Всем Понравится Берите Не бойтесь Не бойтесь Нет Бойтесь Осторожно Но Качественно И мне Очень нравится Я тогда Говорю Вам Большое-большое Спасибо За внимание И мы Увидимся В следующем Видео